Немецкое издание «Шпигель» приносит извинения российской сборной по футболу. После победы над командой Саудовской Аравии со счетом 5-0, газета утверждала, что Россия не сможет выйти из группы. Редакция «Шпигель» признается, что недооценила возможности хозяев чемпионата мира 2018. В рамках второго матча группового этапа чемпионата мира, который прошел 19 июня, сборная России обыграла команду Египта со счетом 3-1. На основании этих побед, фактически обеспечивших России выход в 1-8 финала, газета «Шпигель» сделала два вывода. Первый – Россия в игровом отношении сильнее многих других команд. И второй – нужно больше рисковать. Вероятнее всего соперником российской сборной в 1-8 финала станет Испания или Португалия. И даже для сильной российской команды это будет практически нерешаемая задача. Но ведь один раз мы уже ошиблись. Отмечает издание и обещает, второй тур чемпионата мира будет намного интереснее. Разумеется, акцента на атаки и недостаточного внимания к игре в обороне не будет в предстоящих играх таких команд, как Германия и Польша, а также в игре таких аутсайдеров, как Иран, Австралия, Перу или Панама. Тем не менее, весьма вероятным можно считать увеличение темпа игры, рост количества голевых ситуаций, а также и повышение драматизма в предстоящих матчах Мундиаля, отмечает «Шпигель». Повар национальной сборной Швеции Мац Брустрём рассказал изданию «Футболсканален», чем питаются футболисты. Оказалось, спортсмены чаще всего предпочитают пасту карбонару. Мац Брустрём относится к этому с пониманием, однако считает, что иногда это уже становится скучным, ведь он может приготовить любое блюдо на свете. Паста для наших футболистов – основная еда. Сначала они берут пасту, а уж потом салат, немного ветчины и так далее. Затем они едят, как простые смертные, ещё какое-нибудь горячее блюдо. После матча или во время интенсивных тренировок нужно очень много есть. В остальном всё, как у всех. Говорит повар, отмечая, что футболистам требуется в два раза больше еды, чем в обычной жизни. В России повар порой экспериментирует и готовит для своей команды бестроконов, борщ, пироги и другие классические русские блюда. Одно из самых привлекательных свойств футбола – его простота. Мяч, поле, ворота – и вот вы уже можете играть. В России, где идёт чемпионат мира по футболу 2018, матчи проводятся на огромных современных аренах. Однако издание «Атлантик» предлагает взглянуть на необычные футбольные площадки по всему миру. К примеру, так выглядит стадион в норвежской деревне Хенингсвер на Лафатенских островах. А здесь дети играют футбол после церемонии открытия новой площадки фавели Минейра в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Особенность её в том, что на грунте были установлены 200 автономных панелей для накопления кинетической энергии, создаваемой в результате движения футболистов. Благодаря этому поле освещается ночью. На этом снимке из Рима видно, как спортсмены играют у древнего Акведука Феличи, построенного ещё в 16 веке. С этим фото резко контрастируют следующее. Сомалийцы играют футбол в дыму от горящей помойки в разрушенные заброшенные средние школы в Магодише, Сомали. Теперь, пожалуй, самые интересные варианты поля для игры. Это площадка для мини-футбола, устроенная на крыше универмага в Токио. А здесь дети играют на плавучей футбольной площадке в деревне Копанье в южной провинции Таиланда Пханга. Футбол возле угольной электростанции, посреди дорожной развязки, на крыше собственного колледжа. Нет плохого места для тех, кто по-настоящему влюблён в эту игру. Одни увлекаются погоней за мячом и не обращают внимания на потрясающую природу вокруг. Для других это наоборот – способ убежать от повседневной рутины, пишет Атлантик. Роналду на чемпионате мира побил очередной рекорд, да ещё и не один. Криштиану открыл счёт в матче против Марокко и таким образом забил свой 85-й мяч за сборную, что позволило ему на один гол обойти легендарного Фернца Пушкоша, который в 1945-56 годах забил 84 гола за Венгрию. При этом знаменитый Венгер сыграл за сборную лишь 85 матчей, тогда как Роналду против Марокко провёл 152-ю игру за Португалию, являясь рекордсменом команды и по этому показателю тоже. Пока же лучшим бомбардиром в истории всех мировых сборных остаётся легенда иранского футбола Али Даэи, на счету которого 109 голов. Ещё один рекорд 33-летнего форварда. Ранее в матче Португалия-Испания в одной из контратак Роналду разогнался до 38,6 км в час. Эпизод не привёл гол у ворота соперника, однако, исполнив рывок, португалец стал самым быстрым в истории футболиста. Криштиану Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. Его высшее достижение с командой – победа на Евро-2016.